Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Сразу же предупреждаю, брезгливым смотреть крайне не рекомендуется. Смотреть можно тем, кто искренне заинтересован в том, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Итак, я вам много рассказывал о чистке печени, что чистка печени это одна из самых главных процедур по нормализации работы организма. И чистка печени она не заключается только в том, что из нее что-то там выйдет. Чистка печени это такое многогранное явление, которое позволяет нам очистить желудочно-кишечный тракт. Особенно тонкий кишечник, толстый кишечник, ну и естественно печень с желчным пузырем. Обыкновенный человек годам к 40, там проболел в детстве какими-то там заболеваниями, он думает, что да и все, мол, более-менее в порядке. И вот когда здоровье как раз ухудшается, там когда за 40 лет человеку, как-то он, знаете, угасает. Может что-то там появится, там хроническое, может какое-то там осложнение появится. Вот, и он думает, что я вот полечусь от того-то, от того-то и все. Практика показывает, что если не нормализовать работу печени, мы даже не будем говорить нормализовать там внутреннюю среду организма, мы еще до нее и не дошли. А первоначально, чтобы нормализовать работу главной железы нашего организма печени, надо проделать определенную работу, после которой уже появится возможность нормализовать и все остальное. Много я вам об этом рассказывал, все там уперлись, что вот в камни выходят, камни могут такие-такие быть, что это все, это ерунда и прочее, прочее, прочее. И это говорят те люди, которые не чистили, которые не делали и которые вот чисто теоретически что-то там такое там у них думают, что такое не может быть. Но те люди, которые это сделали, они поражаются тому количеству грязи и паразитов, которые с них вываливаются во время чистки печени. Иногда даже чистка печени первая не удается, а может быть даже вторая не удается по той причине, что слизи, грибковой слизи, вообще паразитарной слизи и прочих образований так много в организме, что они не дают возможности сделать эту процедуру нормально. То есть ни масла, ни сок там не проходит, а надо вот именно применить те травки, которые рекомендует Татьяна Борева, великолепная травница, низкий поклон ей за этот рецепт, которые позволяют пробить дорогу для этой очистительной процедуры. Я сейчас выложу фотки, что мне прислал посетитель канала, который сделал вот такую вот чистку. Вы можете посмотреть сами, что там вышло. Помимо этих всех камушков, что мы увидим, вышло огромное количество слизи, огромное количество всевозможной грязи, огромное количество старой желчи. Далее пошли паразиты, мы тоже их увидим. Паразиты всевозможные, всевозможные какие-то ошметки ненормальные. То есть что-то вроде как полипы выходили. Может быть еще там что-то такое. То есть вот это все богатство вы можете увидеть также во время чистки, если вы не делали и у себя. И самое важное, для чего мы это все делаем, мы это делаем для того, чтобы стать здоровыми. Чтобы сбросить бремя вот этих вот шлаков, паразитов и угасания организма. Вот для этого видео. Что касается травок, что касается процедуры, все описано, рассказано, разжевано. Вы можете посмотреть самостоятельно. Я себе позволю сделать некоторые комментарии. Вот это именно похоже на каких-то паразитов. Это похоже на полип. Вообще какое-то плотное такое образование, которое появилось у нас в кишечнике. Естественно паразитарное. Далее. Это еще какие-то вышли типа полипы слизистые. Это также что-то от полипов плюс похоже на паразитов. Далее. Вот такая вот стеклообразная слизь, она выводится, выходит из организма, ну буквально таки стаканами. То есть вот это как раз вот тело какого-то слезевика. Это уже похоже и на паразитов, и на полип. Далее. Опять-таки вот эта слизь плотная. Я думаю, что это какое-то грибковое образование. Вот еще она слизь, если там внутри только паразитов нет. Далее. Опять-таки слизь, 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 слизь. То есть все было ослизнено в желудочно-кишечном тракте, и в результате чего ничего не происходило. То есть эта чистка не получалась из-за того, что вот эта слизь там все забила собой. Это уже опять-таки похоже на полипы, какие-то патологические болезнетворные образования плюс паразиты. Вот еще, что выстилает нашу стенку. Вот такая вот ерунда растет там внутри. Вот это, конечно, интересная вещь. Похоже на какого-то такого паразита. То есть, видите, это не просто слизистый кусочек, а это какой-то такой интересный паразит. Далее. Пошли вот они, какие-то глисты. Длинные такие. Вот они могут вообще во всем организме быть. Опять-таки вот, это, скорее всего, полип вышел. Имеет такую структуру. Опять-таки это что-то вроде как полипов. Когда организм человека загрознен и поражен слизью, вот это все является прекрасной предпосылкой для того, чтобы в нем начали расти полипы. Кстати, они могут сигналить о себе разного рода висюльками на шее, подмышками. Опять-таки мы тут видим, типа полипа, какие-то тут включения. Все это паразитарная ерунда. Опять-таки. То же самое. И, наконец-таки, вот они вышли, камушки. Можете посмотреть, какие это были. То есть, это вообще конгломераты грязи. Это та, которая спрессовалась. И готова уже образовать более плотный камушек, который уже начнет совсем по-другому работать. Ну и вот они еще на линеечке. Ну вот такое вот видео. И важно отметить, что пока вот это все не выйдет, рассчитывать на полное излечение или выздоровление просто бессмысленно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!